Докладчиком по первому вопросу выставил председатель комитета по управлению имуществом Вячеслав Солдатов. Он предложил депутатам изменить способ приватизации здания спутника. Закон это допускает, если предыдущий способ оказался неэффективным. Муниципальная собственность вот уже полгода не может найти нового хозяина. 19 декабря 2013 года город провел оценку стоимости своего имущества, выполнил все остальные процедуры, предусмотренные законом, и выставил здание на торги. Однако за прошедшие месяцы на два аукциона никто так и не заявился. Хотя информация о них была распространена комитетом по управлению имуществом не только по Архангельской области, но и далеко за ее пределами, вплоть до Москвы и Санкт-Петербурга. Причины такого равнодушия со стороны бизнеса известны. Это узкопрофильное здание, построенное по проекту специальному. То есть достаточно большой процент неиспользованных помещений, достаточно высокая рыночная стоимость этого объекта. Ну и соответственно назначенная рыночная конъюнктура в настоящее время. То есть есть явления в экономике, есть и другие бизнес-проекты более интересные предпринимательским структурам. Я констатирую о том, что дважды пытались провести аукцион, аукцион у нас не состоялся. Срочность вопроса связана с тем, что 19 июня истекает срок действия отчета об оценке стоимости здания. И если сейчас что-то не предпринять, то придется снова повторять всю процедуру. А это дополнительные расходы муниципальной казны, которых надо избежать. Поэтому депутаты единогласно, без прений приняли решение об изменении способа приватизации спутника. Следующие условия претизации данного объекта, а именно продать здание кинотеатра «Спутник» земельным участком по местонахождению Котлас, улица Маяковского, дом 14, здание двухэтажное, кирпичное, 61-го года постройки, площадью 1323,4 квадратных метра и земельный участок площадью 2166 квадратных метров. Продать путем публичного предложения. Первоначальная цена здания с земельным участком 28 миллионов 400 тысяч рублей. Снизить ее можно будет до 14 миллионов 200 тысяч, то есть ровно наполовину. Шаг понижения 2 миллиона 800 тысяч, а шаг аукциона, то есть повышение стоимости продажи муниципального имущества 1 миллион рублей. Второй вопрос сессии об внесении изменений в бюджет города. Они связаны с безвозмездными поступлениями из вышестоящих бюджетов. Суммы в размере 25 миллионов 524 тысяч 400 рублей. Администрация города намерена направить их на реализацию программы переселения из аварийного фонда. Данные средства будут направлены на мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В том числе за счет областных средств сумма составляет 14 миллионов 383,7 тысяч рублей. И за счет средств фонда содействия реформирования ШКХ сумма составляет 10 миллионов 740,7 тысяч рублей. Перечень домов, планируемых к расселению, определен в муниципальной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. И соответственно в областной программе. Это дома по улице Чайковского, дом 4, Гастелло 27, улица Жилгородок, завод ОКБИ, дом 1. Этот вопрос также не вызвал дебатов и был принят единогласно. В завершении заседания перед городскими избранниками выступил областной депутат Юрий Шаров. Он напомнил коллегам о необходимости тесного взаимодействия между представительными органами всех уровней.